В Запорожье начали реставрацию раритета времен Второй мировой войны. Их достали из десантного понтона, затонувшего в битве за город. Поднять само судно поможет специальный механизм. Над его строительством работают специалисты национального заповедника. Понтон находится на шестиметровой глубине реки Днепр в черте города. Его совершенно случайно обнаружили дайверы во время погружения. Подробности знают наши корреспонденты. Запорожские дайверы обнаружили понтон, на котором осенью 1943 года во время битвы за город советские солдаты переправлялись через Днепр. Находкой заинтересовались историки. Мы провели детальное обследование понтона, немного его расчистили. Во время этих работ нашли объекты внутри сооружения. Сейчас наши специалисты работают над изготовлением специального подъёмного стапеля, который необходимо будет установить над понтоном, закрепить на нём резиновое полотенце и поднять плавучим краном. Пока же с шестиметровой глубины подняли винтовки, ящики для патронов, каски. После нескольких месяцев консервации приступили к реконструкции находок. В ходе исследования понтона удалось найти даже личные вещи солдат. Вот эта эмалированная кружка сохранила клеймо, сделано в Ворошиловграде. Длина десантного плавательного средства – 11 метров, ширина – 2, вес – 2 тонны. Понтон вмещал до 10 человек личного состава, вещи и оружия. После подъёма его планируют разместить в ангаре, рядом с четырьмя другими. Это экспозиционный павильон. Сюда приезжают специалисты из других стран и, в общем-то, даже других континентов, чтобы на вот эти корабли посмотреть. Все удивляются их состоянию, их уникальности. На площади 800 квадратов расположились байдак, казацкая лодка, дубель, шлюпка и бригантина. Каждому из судов более двух столетий. Чтобы поставить сюда десантный понтон, площадь ангара увеличат вдвое. Украина ратифицировала конвенцию ЮНЕСКО по сохранению подводного культурного наследия. То, что делают сейчас на Хортице – это и есть часть этой работы. В национальном заповеднике Хортица планируют построить музей судоходства. Так, раритетные экспонаты станут доступны для посетителей.